Запорожские предприятия выходят из кризиса и возвращаются к реализации социальных программ. Так, руководством абразивного комбината было принято решение о возобновлении шефства над интернатом, который находится в селе Любомировка Вальнянского района. Подробности у нашего корреспондента. О том, что в Любомировке есть психоневрологический диспансер, который нуждается в поддержке, на запорожском абразивном комбинате узнали от начальника областного управления труда и соцзащиты Виктора Панкратова. Решение взять шефство над интернатом приняли практически сразу, говорит председатель управления абразивного комбината Анатолий Береза. Благозавод сегодня находится на подъеме и есть все возможности возобновить социальные программы и благотворительные проекты. Мы подумали или решили, что это предложение может быть актуальным, своевременным и с точки зрения, так скажем, помощи целевым. Действительно, скажем, если то, что мы сегодня делаем, поможет облегчить участь пациентов интерната, мы будем считать, что мы свою миссию выполнили. Первая встреча новых шефов с подшефными состоялась сегодня. Василий Руденко, директор диспансера, показывает свое хозяйство. В интернате живет более 200 человек. Они находятся здесь практически постоянно. Выживают как могут, содержат подсобное хозяйство, выращивают овощи, даже хлеб пекут сами. Финансируется интернат из областного бюджета, говорит Василий Руденко. Государственных денег хватает на самое необходимое. Оплату коммунальных услуг – питание. А вот на развитие и капитальный ремонт средств недостаточно. Поэтому на поддержку абразивного здесь действительно надеются. Как всегда финансирования мало. Поэтому надеемся, что при развитии шефских связей, безусловно, какую-то часть в вопросах улучшения качества обслуживания будет сделана. Кстати, любомировцы могут стать для абразивного комбината не только хорошими подшифными, но и партнерами. Возможность производить тару для комбината рассматривают как реальную. И руководитель интерната, и руководитель комбината. У нас есть возможность в мастерске, у нас есть трудовые ресурсы. Я думаю, что мы найдем общий контакт в этих вопросах и будем работать в этом направлении. Сотрудничество в перспективе. А сегодня подшифные принимали подарки от абразивного комбината. В комнате отдыха появился новый телевизор, а в медпункте – кардиограф. КОНЕЦ КОНЕЦ